Называемая спецоперация России в Украине затянулась. Страна-агрессор не рассчитала свои силы и запасы. Арав пыталась купить зимнюю форму и бронежилеты для своей армии через третьи страны. Речь идет о Турции, но страна отказалась. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции. Резников подчеркнул, что наблюдается провал могилизации в России и провал обеспечения нового контингента. «У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали», — сказал он. Вместе с тем Турция начала отказываться от российского газа в пользу других поставщиков. В июле импорт топлива из РФ сократился на 37,2%. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на ежемесячный отчет Управления по регулированию энергетического рынка «Эмра». В то же время Турция нарастила закупки в Иране и Азербайджане на 37,5% и 31,5% соответственно. В целом, в июле этого года Турция закупила на 15,7% меньше газа по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Импорт упал с 4,05% до 3,41 млрд кубометров. По данным «Эмра», за месяц она получила около 3,02 млрд кубометров газа по трубопроводам и еще 383 млн кубометров по морю в жиженом виде. Такие показатели указывают на снижение трубопроводного импорта на 13%, импорта СПГ на 32,6%. И если продолжать говорить о Турции, то здесь важно напомнить следующее.